Ну просто тихий ужас, что тут творится. Путин же сказал, что в армии все есть. Связи как не было, так и нет. Динамической защиты на танках как не было, так и нет. Всего остального тоже нет. Блогерша Татьяна Монтиан, которая ранее предала Украину и поддержала российскую агрессию против своей страны, обвинила Путина во лжи. Она заявила, что российская армия испытывает огромные проблемы со снабжением и несет большие потери. А все слова Путина о том, что в российской армии все есть и Россия побеждает, просто наглый обман. На самом деле армия России разворована. В ней нет ни связи, ни бронежилетов, ни дронов, ни даже лопат. Путин же сказал, что в армии все есть. Вот только вот спасибо гражданскому обществу носочки вяжут и письма солдатам пишут. А так есть все, абсолютно все. Просто вот навалом всего. На самом деле, как обычно, связи нет, броников нет, на танках нет динамической защиты. Ну то есть, ну ровным счетом ничего не изменилось. Путин выделяет на свою армию огромные, колоссальные, просто многомиллиардные бюджеты. Вместо того, чтобы финансировать образование, медицину, строительство, он финансирует войну. Но по факту, как мы видим с мест, вот такие люди, как Монтян, подтверждают, что вот эти все колоссальные российские военные бюджеты просто разворовываются и даже не доходят до российских военных. И это еще одно подтверждение того, что война нужна и Путину, и его окружению, просто как инструмент обогащения, чтобы на ней наживаться. И российские военные гибнут вовсе не за какую-то деноцификацию, как им там рассказывают, а просто за то, чтобы Шойгу с Герасимовым заработали несколько лишних миллиардов. Вы упомянули пресс-конференцию Владимира Владимировича, где он вот это заявил. Владимир Владимирович нам рассказал о том, что в войска придут искусственный интеллект, лазерное оружие, еще там какие-то финки-плюшки-плюшки. А можно лопат хотя бы? Можно хотя бы лопат? Лопат нет? Хотя бы лопаты. Путин в своих шизофренических выступлениях рассказывает про лазерное оружие, а Монтиан говорит, можно на фронт хотя бы лопаты? Можно хотя бы лопаты не воровать? Говорят, что все хорошо, а так, ну ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Связи как не было, так и нет. Динамическая защита на танках как не было, так и нет. Всего остального тоже нет. Слушайте, ну это просто уже какая-то дискредитация российской армии. Мы, конечно, рады, что Марьинку доковыряли не прошло и двух лет, но это реально ни на что не повлияет. Ой, а Шойгу рассказывал, это невероятная победа. Впрочем, других-то все равно нет. Я не знаю, что там собирается делать Россия. Будут ли хоть какие-то улучшения со снабжением, с людьми, хотя бы по контракту будут ли наняты. Но людей реально мало, люди скачиваются. Их убивают, их ранят, их мало. Не хватает людей, некому воевать. Оказывается, после тупых лобовых мясных штурмов Авдеевки, в которых российская армия уже потеряла сотни единиц бронетехники и положила более 10 тысяч своих военных, в российской армии наступает кадровый голод. Больше некому воевать. Люди заканчиваются. То есть Татьяна Монтян подтверждает, что российские военные просто стачиваются об укрепленные украинские позиции. И это очередное лишнее свидетельство в пользу того, для чего вообще нужно сейчас строить как можно больше капитальных укреплений. Мы видим, что это работает. Российская армия о них стачивается. Да, у России выше человеческие ресурсы, выше мобилизационный потенциал. Но если они будут так и продолжать биться в наши укрепленные позиции, а мы их будем укреплять все сильнее и сильнее, то, конечно же, очень скоро желающая ходить в мясные штурмы в России закончится совсем. И она просто не сможет наступать. Ну просто тихий ужас, что тут творится. Людям не на чем подъезжать на позиции. У них нет машин. Машин нет на фронте. Я езжу, когда за военной машиной, там лысая резина. Вообще это страшно. На лысой резине ездят военные машины. Нет шин. Им не на чем подъехать даже к позициям. Не на чем раненых вывезти. Да что она такое говорит? Путин и Соловьев же сказали, что в российской армии все хорошо. Никаких проблем со снабжением нет. Ну не могут же они врать. Я понятия не имею, куда оно все девается, но я констатирую, что здесь ничего нет ни у военных, ни у мирных. Да не, на самом деле ты же прекрасно знаешь, куда все это девается. Все это разворовывают твои любимые российские власти, которым ты служишь. Только ты не можешь об этом сказать, потому что иначе тебя посадят в тюрьму. Это в Украине была такая страшная фашистская диктатура, при которой Татьяна Монтян годами могла спокойно критиковать украинскую власть и открыто говорить о коррупции. А в ее любимой Россиюшке только попробуй скажи, что Шойгу воруют. Сразу поедешь на подвал. И это в лучшем случае, а что бывает в худшем, это Евгений Пригожин мог бы рассказать. Да, теперь очень интересно знать, на что деньги собирает команда Соловьева, если все так хорошо, все так прекрасно. Да, хороший вопрос к Соловьеву. Как на что? Виллы на озере Комыш конфисковали. Ну, теперь нужно на недалеких зет-патриотов успеть копеечку заработать, чтобы компенсировать убытки. Если мы врем, покажите, в каком месте мы врем, где мы соврали. Покажите мне, что там все есть, если там реально ничего нет. Думаю, если так дальше пойдет, ей покажут. Я обращаюсь к людям, которые колеблются. Которые всерьез поверили пропаганде, что в армии все есть, что мы побеждаем. Нет, ребята, это не так. Российская пропаганда врет? Просто невероятно. По всем российским каналам рассказывают, что Россия уже практически победила. Все, победа в кармане. Запад сломлен. Украину уже все бросили. И тут Татьяна Монтян, которая находится, кстати говоря, недалеко от линии фронта, в Донецке, а не в Москве, да, открыто говорит, что все это вообще-то ложь. Никакими победами не пахнет. Российская армия несет огромные потери. В российской армии ничего нет. У нее есть огромные проблемы со снабжениями. О как! Соловьев-то зет-патриотом такого не рассказывал на своих каналах. А реальность-то она на самом деле другая. Я только одного не могу понять. А что Татьяне Монтян, собственно, не нравится? Чем она недовольна? Это же и есть тот самый русский мир, ради которого она кинула свою страну и которую она так любит. Это повальное безграничное воровство, очковтирательство, ложь, наплевательское отношение к человеческим жизням. Это же все российские скрепы. Это же не какой-то проклятый запад. На проклятом западе, в Европе, в Америке, там как раз такого нет. Но Татьяна Монтян, она же борется против запада. Она же за Россию, за скрепы, за традиции. Ну вот. Так вот он, русский мир, который ты так любишь. Это же он и есть. Ты же этого хотела. Ну, теперь наслаждайся.